Всем привет, ребята. Это какой-то уже тур. Петь, ты помнишь, какой? Да, всем привет. Не знаю, какой тур. Сейчас меня нормально слышит? Да, сейчас отлично. Отлично. Так, у нас дебют по Ницани. Артём решил удивить соперника. Что дебют? Как называется этот дебют? Циани. Циани? О, не, не, ци, а. О, не, ци, а. Идея в том, что ферзь где-то на А4 выскакивает. На А4? Да. Может быть на Б3? Ну, или на Б3. Ну, давай представим соперников. Артём Капустин и Переогин Георгий. И кого ты здесь считаешь фаворитом 5? Ну, наверное, Артёма. Это ты на рейтинге насмотрелся? Да, но... Странно. Причём Артём долго катался к партиям обоим. Он рассказывал, но... Нет, ну почему в итальянской партии играется А3? Ну, это же не итальянская партия. Так, ну, Сон же 5, наверное, надо, нет? Да, ну, какая-то возня здесь. Медленная. Ну, по-моему, стиля Артёма, Артём. Гуч, матист. Так, ну, А3 надо сыграть. Как? А3 или А3. Ну, это на разных концах доски. Ну, можно и так, и так. Но А3 идея входа на Б5. Это числоном на А2, а на А3 не дает Сон же 4. Сон же... Ну, что делать непонятно. Если... Ну, Сон же 4, это неприятный игрок. Нет, просто без пешки. Да, странно играют ребята. И Артём чувствует, что пешка подвисала. Да. Но теперь белопольник такой. Ну, вот ходить на А5, наверное, не очень хорошо, потому что будет грозить Б4 с поимкой коня. Хотя, может, через Б7 конь. Хотя нет, но Б7 конь тоже плохо стоит. Как-то он пойдет на Ц5. Он не пойдет, потому что пешка на Б4 станет. А, пешка на Б4. Ну, и смотри на Черного Слона на Е7. Он был 8 в нормальный ход вполне себе. Тебя о чем-нибудь говорит, Конь на Е7? А, Конь на Е7. Нормальный Слон, он выменится. Ну, и так еще его надо выменять. Имущество. С6 могут пойти. Ф5 могут пойти черные. Я бы не сказал, что у Белы даже лучше. Может быть, даже хуже. Так, ну вот. Поменялись. Ничего, на Конь на Слона отдает. Да, да, все. Так, секундочку. Одиняючку. Ну, вот на Б6 повел коня. Да. Идея очевидная. Выменить белопольником. На Ж3, да. Идея шаблонная. Ну, как-то, как-то вот, если удастся белым поставить коня на Е3, пойти король Ж1, ладя Ж1 и накинуть Ж4, Ж5, то, ну, конечно, это все очень долго, но, ну, а какой план еще может быть у белых? Ну, такая структура, что черные всегда сами могут ДФ5 пойти. Ну, ну, просто представь себе позицию. Вот король на Н1, кони где-нибудь вот не на Ф3, Ж3, и две ладьи по линии Ф и Ж. Ну, это все долго, и черные сами проведут ДФ5. Так, ну, вот поменяли белопольника, но, собственно, в этой партии, мне кажется, это не такая сильная фигура. Да, ну, вот здесь, наверное, два коня сильнее, но они никуда не идут. На С6 конь может пойти, конь Д2, конь Б3, конь А5, конь С6. Может быть, А4, нет? Правда, бессмысленно. Да, А4, конечно, нужно. Да, белые могут на ферзовом фланке слабости поатаковать. Вью Георгию мало времени. Ну, вот, куда идет слон непонятным. Ну, я надеюсь... Ой, С4 не туда. С4 просто БС, нет? Да, но хотя... Хотя, может быть, план в пешке С7, она тоже слабость. Ну, вот можно пойти в Ферзь Д7... О, вот так вот коня поставили. Хорошо. Зачем? Смотри, можно пойти в Ферзь Д7 за черных, а Хладят С8. Ну, конкретно сейчас напали на... Хотя, структуру испортить. А куда везти коня? На Е2, наверное? На Е2 можно было спокойно. Так, слон... Стоп, стоп. Это же выгодно черным поменять этого долопольника. Ну, да, центральная пешка ушла с Д2. И все, и просто Ферзь Д7. Ну, то, что мы хотели. Ферзь Д7, А8. Да. Ферзь Д7 с темпом нападаем на пешку. Да, ну, что-то Артем... Может, мы где-то ошибались, но не знаю. Какая-то Артема бесплановая игра похожа. Не очень солидная. И... Ну что, Георгий, как ты думаешь, поднимет Ферзь Д7? Да, тут поднимать не надо. В другой момент может пойти Ферзь Д7. Ну, знаешь, ну, согласен, потому что у белых... Белым не хочется играть Ж4. Потому что слон на Ф4 будет... Просто машиной. Ферзем можно защитить. Грозит Ферзь А6, но тогда Ладя Б4. Такой размен не знаю, как бы выгоден. Ну, мне кажется, черный. Вот если сейчас они пойдут в Ферзь Д7, то пешку на А6 можно отдать. Потому что сдвоимся по линии Б и заедем по второй. Ну, заедем. Ну, вообще... Ну, чтобы поддержать Артема. Артем, давай, соберись еще. Коня на Е4 можно вести. Так, что это за Ладя Б6? Это пешку так защитили избыточно? Почему игнорируется ход Ферзь Д7? Вот объясни мне. Как бы теперь держать эти пешки? Мысленный ход. Ферзь Е4 просто. Этот ход неплохой, но его можно в любой момент сделать. Нет, понимаешь, вот конкретно сейчас, как держать на Т7? В смысле? Ферзь Е4. Слово. Почему белые не берут на Т7? А, конкретно сейчас. Да, почему вот сейчас конкретно Артем не взял на Т7? Я тоже не видел. Так. По-моему, там просто весь Ферзьевой фланг обсыпался. Нет, просто на Б4 забирали черный. Ну, забирали и... Видишь, он защитил на Б4. Ну, то есть ты считаешь, что это нормальная активность? Вот то, что такая батарея по линии Б. Ну, вот что делает Ферзь на Б8, скажи мне? Где централизация? Не знаю, Кирилл. Слишком много вопросов. По-моему, откровенно слабо играет. Шаматисты? Да, сложно, закрытая позиция. Ну, знаешь, вот у белых есть какой-то... Какой-то план поставить как-нибудь коня на G5. Поймать слова, нету плана. Ну, он, по-моему, не ловится. Да, может и ловится G3. Ну, слон G5. Солн G5 конь же. А, вот G3. Солн H6. Может пойти как-нибудь Ферзь H4 или Содея H6. Ну, вот... Так, ну вот уже Ферзь. А, ладян C8 подвисает в каких-то вариантах. После F6. Вот F6 неприятную игру. Напали на мат, напали на мат. Коня на E4 можно. Хорошо. Смотрелся. Если сейчас дать ход белым, то это 1-0. Нет. Но F6 ладян отошла. F6 партия так вот так вот. Нет, F6 ладян отходила просто. Так, ну вот. Зафиксировали структуру. Да, и... Наверное. Хотя... Хотя это бессмысленно. Ничего не будет там. Если черные хотят что-то... Ой-ой-ой-ой. Так. Зачем это нужно? Нет, а на что делать? Ну... Может быть, F7 надо, наверное, играть. F7. Не туда, мне кажется. Сейчас же G4, да. G5. Ничего не грозит абсолютно. Только на руку черным. Они здесь атаковать. Ладяев 8, и они атакуют. Да никого они не атакуют. Да. Конж... А, конь G5. Ну, можно побить ладяев 8. Да. Но ладяев 8 нужно сыграть и ферси в 7. Да, и пешка теряется. Ну, правда, на C5 там какой-то момент. Бить же нельзя. Ну, пока да. Но вот у ладяев 8 нужно играть. По-моему, мы комментируем еще хуже, чем... Играют... Жамутисты. Да нормально мы комментируем. Вот А6. Зачем это А6? Ну... Ну, время мало. А6 полезно. Может быть, ферси в 6 тогда? Ферси в 6 можно. С идеей в 6. Ладюшки на линию G надо белым поставить. Как-то черные, мне кажется, играют, но... Уперты. То есть не хотят признавать своих ошибок и... Ну... Не хотят ничего менять в этой партии. Им кажется, что их план правильный. Да, какой они план? Да я не знаю. Они уперлись в какие-то пешки. Я не понимаю, зачем. Ну, ферси в 7 теперь надо играть. Каждый ход, он какую-то конкретную цель преследует. Ну, какую цель сейчас преследовал ход А6? Напален ферзя. Ну и все. Ничего нет. Ну да. Ну вот мало времени у Георгия. Да. Вот сейчас сложнее ехать. Сейчас нельзя ни на кого напасть. Можно подложить размен, конечно. Ко времени было и выгодно упрощать. Стоп. Что это такое? Это он подкручивает. Побили, побили. Ладя на Е7 заходит. Ну, ладей в 7 надо играть. Ой, ладей в 8. Ладей в 8. В 8 черный. Нет. Ну, тогда там... Ладей в 7. А, вот. Ну, в принципе, это более конкретно. Все, забираем на Ц5. И у белых, наверное, перевяз. Наверное. Это еще не факт. Да, по-моему, здесь Артем фаворит. Король в 2 просто. И пешка не идет никуда. Хотя, да. Теперь Д6. Нет. Все-таки, пешки, иногда нужно пожестче играть. Возможно. Грозит ладя в 2. Так. Ну, вот да. Предстает к пешке Д6. Да, тяжело. Нет, ну, это ошибка. Пешка нельзя было. Такую нельзя было отдавать. Так можно же просто побить, побить ладя в 8. Как ее держать-то? Ой, я в 3 пропустил. Нет, ну, там ладят, С3. Так. Зашли за Ж... А, кстати, пешка не держится. Или держится. Ну, ладя в 6. Ладя в 6 нужно. Другая ладья. Ну, побили и на F3 там всегда. Да, и повел Артем свою. Ой. А, нет. Ладя в С... Ладя в 2, С4 можно. А, нет, на F6. Стоп. Ну, все-таки это на ничью похоже. Да. Похоже на ничью, согласен. А это... Да. Да, ужасно мы комментируем, конечно. Но пешка проходит в ферзи тем временем. Абсолютно уверен. Да, в следующей партии мы собираемся и покажем более сбалансированные комментарии. Да, пешка прошла в ферзи, можно сдаться. Ну... Ну, неубедительно. Следующая рубка была и в бою в цейтноте Георгия Артем переиграл. 1-0. Бились, бились соперники, но мне показалась игра не очень убедительной. Ну, конечно, в конце назевало на флажке. Бить, конечно, нельзя было на C6. Ой, на C8. Всем спасибо за внимание. Пока.